Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга, и это новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Глава муниципалитета Алексей Спасский посетил компанию «Албис». Это почти 1200 работающих, это десятки миллионов отчислений в областной и местный бюджет. Музей-заповедник Горки Ленинский подписал с гостями из Китая соглашение о сотрудничестве. Мы очень верим, что все это будет так, как мы задумали. Госавтоинспекция провела профилактический рейд по безопасности на дорогах. Еще раз напоминаем о безопасном поведении именно наших пешеходов на дороге. Накануне Дня строителя глава Ленинского городского округа Алексей Спасский посетил одно из системообразующих предприятий Московской области, которая расположена на территории муниципалитета. Подробности визита в компанию «Албис» в нашем следующем материале. Более тысячи крупнейших реализованных проектов, среди которых Центральный детский мир на Лубянке и торговый центр «Мега». Уже 26 лет в нашем муниципалитете успешно работает группа компаний «Албис» – лидер рынка отделочных материалов. В преддверии профессионального праздника Дня строителя на предприятии побывал глава Ленинского округа Алексей Спасский. Муниципальная экономика и отчисления в местный бюджет – это основа всех основ. В этом смысле группа компаний «Албис», на территории которой мы сейчас находимся, это почти 1200 работающих, это десятки миллионов отчислений в областной и в местный бюджет. При этом, что важно, предприятие не стоит на месте. Год назад отпразднули 25-летний юбилей и не прекращает развиваться и по ассортименту продукции, и по тем объектам, тем проектам, которые реализовываются. «Албис» – знаковая для Видновского края компания, уникальное производство, технологические инновации и дружный коллектив, который поздравил председатель Совета депутатов муниципалитета Станислав Радченко. В торжественной обстановке лучшим специалистам вручили благодарственные письма и почетные грамоты. «Хочется пожелать, чтобы все верили в себя, в своих близких, в завтрашний день, новых творческих идей, проектов, успешной реализации, конечно, финансового результата и мира, добра, благополучия вам и вашим семьям». Долгие 20 лет судьба начальника планового отдела Валентины Гривастовой связана с родным предприятием. Все эти годы она ежедневно ездит на работу из Москвы в Видное и ни разу не пожалела об этом. «Я довольна своей работой, довольна коллективом. Я ощущаю плоды своего труда, как говорил наш руководитель. То есть в метро, где бы мы ни проходили, мы видим нашу продукцию. Это, понимаете, гордость за свое предприятие». Два года назад группа компании «Албис» вошла в перечень систем образующих предприятий Московской области и сейчас в условиях санкций чувствует себя стабильно. Объемы производства немного упали, но в планах только рост и увеличение портфеля объектов. «Сохранили все рабочие места. Надеемся на то, что все эти трудности будут преодолены, и мы вновь вернемся в нормальное русло для работы. Количество объектов, которые мы сегодня обеспечиваем своей продукцией, достаточно большое». Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В историко-культурном центре города Видное проходит фото-выставка оператора федерального канала Владимира Гриневича «Иди и смотри, 21 век». Познакомились с работами автора и депутаты фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ленинского городского округа. На выставке Владимира Гриневича «Иди и смотри, 21 век» представлено около ста документальных фотографий, рассказывающих о ходе спецоперации на Украине. Посетили экспозицию депутаты фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ленинского городского округа вместе с председателем Станиславом Радченко. «Это видеть нужно, и люди должны видеть и знать, что на самом деле происходит на сопредельной территории, где наши ребята сейчас защищают мирный народ Донбасса и, собственно говоря, охраняют нашу с вами государственность». Также на экспозиции представлены бронежилеты азовцев, нацистские нашивки, рации войск ВСУ и записки мирных жителей своим родственникам в Россию. Депутат Совета депутатов Александр Баюклин был очевидцем страшных событий. В качестве врача-волонтера он побывал в Донецкой Народной Республике. «Когда зашел сюда, меня толкнуло прямо как будто там. Я это все видел сам. Вот каждую фотографию я там был. Первые две недели я не мог это пустить внутрь, потому что казалось, что это в кино в каком-то доме». Для депутатов сотрудники историко-культурного центра провели экскурсию по выставке, рассказали о впечатлениях самого фотохудожника, а также о том, что остается за кадром. «Вместе с тем депутатский корпус и общественники наши постоянно проводят разъяснительную работу с жителями по разъяснению целей спецоперации. И это тоже немаловажная работа». Стоит отметить, что народные избранники регулярно проводят беседы с местными жителями о ходе спецоперации и рассказывают о важности ее проведения для защиты мирного населения. Так как людям важна честная и деятельная позиция, миссия помощи, которую в первую очередь оказывает партия «Единая Россия». Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Соглашение о сотрудничестве подписало руководство Музея-заповедника Горки-Ленинские и председатель Союза китайских предпринимателей в России. Оно касается совместной реализации различных социально-культурных проектов. Побывал на церемонии и узнал подробности наш корреспондент Максим Козлов. Музей-заповедник Горки-Ленинский никогда не был обделен вниманием китайских туристов, но сегодня здесь гости особые. Более 30 бизнесменов из Китая приехали сюда, чтобы принять участие в церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между Музеем-заповедником и Союзом китайских предпринимателей в России. Руководитель организации Джоу Ли Цзюнь в числе прочего пообщался с представителями Ленинской торгово-промышленной палаты Владиславом Рымшей и Максимом Араповым. Мы еще сегодня встречались с правителями торговой палаты региона. Тоже хорошо говорили о том, что мы будем. Это музей как площадка. Здесь претендарь найдем сотрудничество, проект. Администрация Музея-заповедника поддерживает связи с Российским посольством Китайской Народной Республики. По сути, подписание соглашения о сотрудничестве – это очередной шаг в выстраивании долгосрочных отношений с китайскими партнерами. Он позволит совместно реализовывать различные социально-культурные проекты. Мы прекрасно понимаем, что деловое сотрудничество с Китаем – это большая перспектива и, наверное, очень большой интерес для многих предпринимателей, которые трудятся не только на земле Подмосковья, но и в Российской Федерации. Поэтому мы очень верим, что все это будет так, как мы задумали. После подписания соглашения гостей ждал небольшой концерт, в котором приняли участие китайские и российские исполнители. Среди выступающих перед высокими гостями был и воспитанник Горкинской детской школы искусств, лауреат российских и международных конкурсов Самвел Артинян. Кроме этого, гостей ждала обширная культурная программа, главное место в которой занимала экскурсия по многочисленным объектам музея-заповедника. Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Круглый год госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия, направленные на повышение безопасности на дорогах. На этот раз рейд был посвящен Международному дню светофора. В рамках профилактического мероприятия сотрудниками госавтоинспекции совместно с воспитанниками дошкольного отделения Привидновской школы номер один была проведена акция, напоминающая участникам движения о правилах поведения на проезжей части. Еще раз напоминаем о безопасном поведении именно наших пешеходов на дороге. Обращаем внимание родителей на безопасное поведение детей, когда перевозят их в автомобилях, не забывают их пристегивать. Переходя через проезжую часть, не забываем держать крепко за руку ребенка, при этом нужно убедиться в безопасном поведении, посмотреть обязательно по сторонам. 5 августа отмечается Международный день светофора. По этому случаю дошкольники своими руками сделали памятные подарки и вручили их пешеходам. Ну что, дари? Ой, спасибо. А на какой же свет мне можно идти? Вот светофорчик мы отдаем? Нет, на зеленый. На зеленый можно, а на красный? Нельзя. Ой, молодец. Спасибо. В дошкольном отделении при первой школе ведется активная просветительская работа на тему безопасности на дорогах. Как известно, с самого раннего возраста важно вкладывать эти знания подрастающему поколению пешеходов и будущих водителей. С детьми проводим регулярно беседы, как вести себя на дорогах, проводим мероприятия, игры, различные поделки делаем, рассказываем детям, что нужно, как правильно. Также во время проведения акции сотрудники ГИБДД остановили несколько автомобилей и вручили водителям тематические памятки, напоминающие о правилах дорожного движения в городе. Автомобилисты с пониманием отнеслись к проведению подобных мероприятий. Особенно для жителей местных городов, когда привыкаешь уже к определенному движению и перестаешь, честно говоря, акцентировать внимание на пешеходных переходах. Немножко, ну, как-то уже расслабленно себя чувствуешь в своей непосредственном сфере. И поэтому, да, такие акции нужны, потому что смотреть нужно внимательнее. Профилактическая работа на дорогах будет продолжена. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. На сегодня это все. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин